Всем привет! Сегодня я хочу показать вам очень нейтральный, гламурный, классический макияж. Я понимаю, что не все любят какие-то синие, фиолетовые, желтые, оранжевые и так далее макияжи. Большинство людей все-таки просят какие-то дела из нейтральной, какие-то макияж, которые можно сделать куда-то на выход, на какое-то мероприятие. В общем-то, это моя интерпретация макияжа, который бы я сделала, если бы мне нужно было идти на какое-то важное событие. Или если бы у меня был какой-то праздник, куда надо было бы сделать какой-то красивый макияж. В моем понимании это именно тот макияж, который выгоршно подчеркивает глаза, делает на них очень яркий акцент, но при этом этот акцент создается не за счет какой-то слишком сильной выразительности цвета, а именно из-за формы, из-за ресничек, из-за кокетливых стрелочек. В общем-то, обязательно продолжайте смотреть, потому что я вас шаг за шагом научу, как его делать. Первое, что мы будем с вами делать, это добавлять базу на все подвижное веко. Я буду использовать базу металлического светло-розового оттенка. Наносить эту базу я буду с помощью синтетической пушистой кисти, потому что именно таким образом она дает наиболее интенсивный оттенок. И вот так вот похлопывающими движениями закрепляю ее на подвижном веке. Поверх этой базы я буду носить вот такой вот оттенок теней. На камере он, скорее всего, сейчас выглядит ярко-розовым металлическим, но на самом деле это что-то приближенное к розовому золоту. Такие металлические оттенки всегда очень плохо набираются кистью, поэтому я набрала оттенок на палец и пальцем и буду наносить его на веко. Этот оттенок в сочетании с базой создает очень насыщенный, яркий оттенок розового. И вы можете регулировать интенсивность, как вам нравится. Я люблю более металлические оттенки на веки, поэтому наношу еще и второй слой. Теперь мне понадобится какой-то промежуточный оттенок теней для растушевки. Для этого я выбрала вот такой вот серо-лиловый светлый оттенок, который называется Sorbet, и это из палетки LORAC Mega Pro 2. Наношу я его именно в складку, очень легкими движениями тушующими. И когда я буду наносить более темный оттенок на это место, то он уже покажется у меня более растушеванным, потому что есть еще вот такая вот более светлая база. И моя задача сейчас растушевать границу между металлическим оттенком и вот этим матовым, для того, чтобы не было такого жесткого перехода. Теперь переходим к самому темному оттенку. У меня это будет оттенок Cabernet. По своей природе это коричневый с немножко красноватым подтоном. Наша задача нанести его в самый уголок глаза, то есть вот так вот по диагонали я ставлю кисть, для того, чтобы задать как направляющая, которая будет идти к кончику моей брови. И также совсем слегка во внутреннем уголке глаза я начинаю им топтаться и немножко растушевывать цвета между собой. Переключаюсь на ту же растушевочную кисть и начинаю тушевать. Для растушевки теней не нужно давить на кисть, достаточно просто легко проходиться кончиками ворса, и тени сами будут поддаваться и тушеваться. Чем больше вы будете надавливать на кисть, тем больше возможности наделать пятна. По сути на этом макияж можно и закончить. Можно сейчас накрасить ресницы, и это будет вполне удобоваримый вариант на каждый день, но мы с вами пойдем немножко дальше. Я буду сейчас наносить тот же оттенок коричневого на нижний век. Моя задача заключается сейчас в том, чтобы не просто прокрасить ресничный край, но и соединить нижнее и верхнее века вот в этой точке. Не бойтесь именно в эту точку наносить оттенок и сделайте его там максимально темным. Только тогда ваш макияж будет менять форму вашего глаза, а не просто обводить его по контуру и делать таким образом глаза ваши меньше. Этот оттенок я завожу практически до самого конца и начинаю к низу немножко растушевывать. И как вы можете сейчас наблюдать, у меня получилась единая форма. Она нигде не прерывается и не заламывается. В самый внутренний уголок глаза я буду наносить оттенок, который называется Peony. Это очень-очень светлый розовый оттенок. По сути, все, что мне сейчас осталось для дополнения этого макияжа, это нарисовать стрелку, накрасить ресницы, а также я буду клеить накладные ресницы. Сегодня я нарисую стрелку довольно интересным способом для того, чтобы увеличить глаза. Я сделала для этого отдельное видео, поэтому если вы хотите узнать все тонкости от нанесения, то обязательно посмотрите это видео, о котором я сейчас говорю. Оно уже есть на моем канале. А к вам я вернусь после того, как все это сделаю и покажу уже финальный результат. Как я и говорила, этот макияж я дополнила стрелками и накладными ресницами. Я вам очень рекомендую посмотреть видео с трюком, как правильно это делать, потому что такой трюк очень сильно меняет дело в пользу увеличения глаз. А сейчас вы можете наблюдать финальный результат. Ну, в принципе, и все. Как видите, все довольно просто. Всего лишь несколько оттенков тени, несколько кистей нужно, и ваш макияж при этом готов. А на этом я буду с вами прощаться. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать в будущем мои видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на мои соцсети, вы их сейчас видите на экране. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! И когда я думала, что для вас сделать в этом видео, то первое, что пришло мне в голову, это, конечно же, фавориты целого года. Ну и давайте, в общем-то, без лишних слов. Вот, собственно, как я выглядела три месяца назад. Здесь довольно ярко видно разницу, потому что я вам сейчас показываю результаты до и после. И...